22 марта 2019 года Сейчас очень много обсуждается в соцсетях Странная вещь, что над Кремлем исчезли флаги Нет флага над Кремлем Причем, если вы помните, была запущена такая обсуждалочка Я бы так сказала в социальной сети Когда этот флаг Криколор стали называть Власовским флагом Вы же понимаете, когда запускаются такие активные новости И активные обсуждения, то это значит, кому-то надо И делает это, конечно, КГБ Можно говорить, что это ФСБ Но я давайте по старинке, по старому скажу, что это КГБ Делает вот эти триколоры, Власовские флаги Когда запускался этот мем про то, что флаг Триколор является Власовским То, поверьте, уже в это время было принято решение Изменить колоризацию флага То есть цвета флага было принято решение изменить Именно поэтому вам так в легкую подкинули тот самый якобы Власовский флаг Который народ, как глупая рыбка, схватило крючок Жесткий крючок, но зато с вкусной наживкой И проглотило Помимо триколора, есть еще обсуждение у нас в интернете О том, что якобы генерала Золотова застрелили Что его нет в живых Но я бы хотела обратиться вообще Что вы там думаете себе в Кремле? Ну покажите нам генерала Золотова Покажите, что он жив и здоров Но действительно как-то уж очень надолго он исчез Причем так яркой звездой сценического плана Он мелькнул на горизонте Пару раз, один раз с Навальным А другой раз с каким-то подрывником на Красной площади Смешно и глупо было, но однако же он мелькал А теперь, после такого успеха Сногсшибательного успеха И вдруг генерал Золотов исчез Покажите нам личика Гюльчатай Не надо прятать от нас генерала Золотова Если уж он есть, то пусть он покажется народу Народ требует Виктора Золотова показать Нет, конечно, никто не переживает особо Если вдруг с ним что-то случилось Но ведь народу-то по большому счету все равно Что есть с лопаты Или что жив Золотов или нет Народу вообще все равно Как может повлиять флаг на государственность? Никак Абсолютно никак Это, так скажем, какой костюм вы для себя решили выбрать Вот, решили вы надеть полностью красный костюм Как в свое время жена Горбачева Раиса Горбачева приехала на прием к папе А к папе на прием, как так, этикет гласит Нельзя надевать красное Почему? Ну, потому что все кардиналы ходят в красном И, конечно, нельзя надевать никому другому красный костюм Это не касалось мужчин Потому что ни один мужчина не наденет красный костюм А вот женщины могли бы надеть Но как раз и предостерегали Раису Горбачева Но она, однако же, решила надеть Знаете, так, скажем, хлестко и громко заявить о себе В папском дворце, в Ватикане, в красном костюме Поэтому флаг, с одной стороны, конечно, это что-то невероятное Но, с другой стороны, а что здесь такого? Что у вас, жизнь изменится От того, что у вас будет теперь другой флаг Другого колора Нет, не изменится ваша жизнь Она как шла Все хуже и хуже, хуже По не спадающей вниз Так она идет Никуда выше она не поднимется Вы хотите знать, кто вами управляет? Ну да, в Кремле произошел переворот Об этом я сообщила еще, по-моему, полтора месяца назад Посмотрите мои ролики Я их так много выпускаю Я даже не помню, когда это бывает Помню, что вот-вот не слишком давно это было Но о том, что шла в Кремле Борьба бульдогов под ковром Об этом я постоянно говорила В течение прошлого года Для того, чтобы привлечь ваше внимание Но люди обращают внимание только тогда Когда вот гром грянет Мужик перекрестится Пропал флаг И все забеспокоились Когда я привлекала внимание Говорила, идет переворот Потом я сказала, произошел переворот Народ не верит Путин-то ходит в виде образа Ну, маска, конечно Это безруков Или еще какой иной актер А их, как вы видите, собралась плеяда Молодых актеров Но вот на коня-то садился старикашка Безрукову не разрешили садиться на коня А зря Может быть, он лихо так заскочил бы на коня Однако же старикашку пустили Когда он с табуреточки Решил взобраться на кобылу Или это конь был Надо посмотреть Как-то вот пропустили это Мимо внимания Но я не о том А о том, кто будет наследовать место Путина А раз произошел переворот Значит, кто-то должен наследовать и место президента У президента далеко идущие планы Все понимают, что Никакой Путин И никакая бригада, которая стоит за ним Не отдадут своих мест А как они должны отдать свои места? У них же кормушка Это же бедные сироты, которые стоят На самом деле, сироты Ну, я утрированно говорю, конечно, слово сироты Я утрированно говорю сироты Они, да, сироты Никто не имеет родителей Все откуда-то взялись Вот взялись и появились Знаете, как вот те подснежники в январе проявились, распустились Так и наши члены правительства, многие Ведь они имеют совершенно иную биографию Они же не рождены так, как написано в их биографиях И об этом еще много можно говорить Я бы хотела об этом говорить И специально об этом Это хорошие темы, но их нужно копать С этими темами нужно работать И мне бы хотелось, чтобы вы, друзья мои, помогали каналу Ведь без вашей помощи трудненько выживать Поэтому я очень вас прошу, помогайте каналу Хотя на этой неделе я получила хорошую помощь От двух своих читателей Я благодарна, что мне присылали эту помощь За любую помощь я могу благодарить персонально Если вы обозначаете свое имя и имейл Тогда я, конечно, вас поблагодарю Или просто свой ник в соцсетях Я вас помню и найду Так вот, сегодня речь идет о том Кто будет наследовать место Путина Здесь большая интрига кроется И они думают одно Они запланировали одно Вернее, у них здесь сразу несколько планов Но планы эти один будет сменять другой Вот такие планы Они далеко идущие планы О чем я вам хочу рассказать Не в этом ролике, а как-нибудь позже Сегодня я вам расскажу о самом ближайшем плане Который был распланирован на ближайшее время А это Минск Должен был спасти Минск, Россию Чтобы в следующий раз Путин снова пришел к власти А вы думаете, зачем Россия пытается под себя поджать Белоруссию? Батька сопротивляется, конечно Но у него тоже есть свой сын Он точно так же хочет бразды правления Передать своему любимому сыну Красавец парень на самом деле Очень красивый парень Умственных способностей мы не знаем Он пока не проявился Но если он в батьку, в своего отца То должен быть умен и хитер И здесь честь и хвала Если батька произвел на свет себе подобного Но только моложе и с большими амбициями И вот у батьки с большими амбициями Стали вырывать кресло из-под зада Батька, конечно, сопротивлялся Потом его прижали Вы думаете, ни на кого компроматов нет? А наша КГБ очень даже хорошо работает внутри Белоруссии И, конечно, собирает полностью весь компромат И поэтому они прижали батьку не по-детски И там не только песочницы Там и ракеты могли полететь Батька сопротивлялся Потом батька сдался Вроде бы Но ведь батька-то хитер Не смотрите, что он бульбой занимается картошкой Там Путину по четыре мешка картошки Дарит собственного огорода Он вообще очень умный достаточно человек И он, видимо, решил найти лазейки Чтобы все-таки выползти из-под России Тем более идет переворот Тем более трещит все по швам И батька стал тоже копать компроматик На тех, кто сегодня сзади, прикрываясь ширмой Путина Сзади приходят ко власти Ведь мы все время видим Путина, Путина, Путина А сзади такая борьба идет за плечами Путина То одни нокаутируют, то другая команда нокаутирует Вот так А Путин-то у нас все время один И вам кажется, что жизнь у вас удалась с одним президентом Однако же президент один Вернее костюмчик один Имя одно А вот сзади руки-то и ноги А ноги как любят Это силовики, как они любят Махать своими и пинаться ногами Собственно говоря, батька, видимо, стал искать возможности Выскользнуть у Кремля из рук И вот Минск Это сегодня, это только что Сейчас я вам прочитаю, когда это Вот только-только появилось сообщение 46 минут назад Когда я садилась за этот ролик, было 30 минут назад И так Минск отреагировал на слухи о планах Путина После 2024 года Что, собственно говоря, включает в себя план Путина После 2004 года Это год выборов Путин должен сложить полномочия Но Но В это время Может Россия с Белоруссией объединиться Ну а в таком случае Наш президент Захочет возглавить уже и Белоруссию, и Россию Вы представляете, да? А может быть и ДНР, и ЛНР Они же за это тоже бились Как раз для того, чтобы их ввести в свой состав Но не вчера вводить А завтра, когда будут выборы Поэтому я полагаю, что предполагается ввести войну в ДНР и ЛНР Как раз еще до 2024 года Чтобы к 2024 году созрела ситуация И Путин бы возглавил то самое объединенное государство Так оно будет вроде бы корректнее со стороны закона Но так ли это? Корректно ли? Мы уже устали от такой корректности Надо сказать Тема объединения России и Белоруссии В единое государство И вероятность действующего президента России Владимира Путина В возглавить это государство Обсуждалось на двусторонних встречах Рабочей группы по договору о союзном государстве Но вскользь Об этом тут Бай Заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Маккей Он прокомментировал опубликованную информационным агентством Блумберг Информацию о том, что в администрации президента России Прорабатывают возможности оставить у власти нынешнего главу Государства Владимира Путина после 2024 года Одним из сценариев является объединение с Белоруссией в новое государство Которое возглавит Путин Что позволит ему обойти конституционные ограничения по числу президентских сроков На самом деле для кого такие спектакли? Ведь народ понимает, что он является только зрителем в чужом театре Спектакли разыгрываются как хотят Любой репертуар на вкус Кто где какой свой репертуар сможет протащить А народ это просто зритель Поэтому уже будьте добры, кушайте то, что вам подано Ну вот так разыгрывают Дурят на самом деле Макей объяснил, что на встречах представителей Москвы и Минска Подобная тема затрагивалась только лишь в контексте тех инсинуаций Которые иногда появляются в различных СМИ Вы слышали заявление главы белорусского государства о том Что мы суверенитетом не торгуем Суверенитет для нас святое И в нашем понимании не может идти речь ни о каком объединении инкорпорации И я думаю, у наших российских друзей понимание такое же Добавил глава белорусского внешнеполитического ведомства В материале Bloomberg, опубликованном 21 марта Указывалось, что помимо сценария объединения с Белоруссией В Кремле шло активное обсуждение сценария Схожего с нынешним положением дел в Казахстане Первый президент которого, Нурсултан Назарбаев Объявил об отставке с должности главы государства Однако, сохранит пост председателя Совета безопасности Казахстана И лидера партии Нур-Атан Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Заявил, что в Кремле не обсуждает возможность объединения России и Белоруссии Ради сохранения Путина у власти после 2024 года По словам Пескова на повестке У администрации президента стоят другие вопросы Мы ему верим Вообще, этот человек, посмотрите на его лицо На внешний вид, на прекрасные, шикарные усы На эти блистательные глазки Ну и, конечно, вы поверите А кто же не поверит такому лицу? Я Таня Карацуба, Сиитбургхан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok